Друзья, приветствую вас, это YouTube 24 канала, с вами я, Ирина Узлова, со мной Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, очень рада. Спасибо большое, что находите время. Ну, наша война рушит все шаблоны, говорят, что вооруженные силы Украины просто феноменальны, показывают возможности и способности. Ну, и не только лишь заставляют переписывать всю историю, а и пословицы в частности. Я вот все тут шутила на прошлой неделе, что снаряд и дрон в одно место не прилетает, а оказывается, что три раза это возможно. В принципе, опять какие-то бобры летают над Москва-Сити, никогда не было и вот опять, как говорится, в центре Москвы были взрывы. Россияне, конечно же, утверждали, что они сбили беспилотник, но тем не менее, вот мы видим вот такие яркие вспышечки в Москва-Сити, в районе Башни Федерация, экспоцентр. О хлопках сообщали в подмосковном Красногорске, в столичных районах Дорогомилова и Пресня. И вот возле башни эволюция. Это случилось такая, у кого эволюция, у кого наоборот деградация. Скажем так, мэр Москвы Собянин, конечно, ему не спокойно в последнее время, говорит, сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки беспилотника упали в зоне экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет, на месте работают городские экстренные службы. Но, тем не менее, мы видели кучу скорых, которые подъезжали, по крайней мере, на кадрах, которые распространяли российские информационные ресурсы. Это было заметно. Сами россияне, Ольга, как-то так, конечно, даже радуются. Говорят, вот мы хотели в Москва-Сити, а попали даже на взрывы. Ну, такая неадекватная реакция, конечно, уже не в первый раз. Она такая, что ж такое происходит? Неужели они совершенно не могут ничем защитить? И перед каким выбором оказывается Путин? Ведь ему, по всей видимости, надо оттягивать ПВО из зоны войны в Украине. Но, я так смотрю, он не спешит, и своих не бросаем, и здесь работает. Это, знаете, мне кажется, что у Путина не выходит из головы его концепция. Он не называет того, о чем он не хочет думать. Ведь не то, что не первый раз беспилотники над Москвой. Я напомню, что все-таки весной был очень успешно атакован Кремль. И он горел. И не было никаких заявлений по этому поводу. Горящий Кремль – это было сильное зрелище. И это не называется. Никаких беспилотников в Москва-Сити не прилетает. И Собянин вторит, в общем, он понимает очень хорошо мейнстрим. Он один из лучших средворцев. И он же говорит, а что случилось, собственно? Повреждено остекление. Ну, окей, повреждено остекление. Но надо сказать, что удивительным образом вот это все выглядит на фоне бомбежек оккупантами украинских городов. Ведь беспилотники прилетают ночью и в нежилые здания в Кремле. Не живет 40 младенцев. Никаких младенцев вообще не живет. В Москва-Сити там либо квартиры богачей и коррупционеров, которых все ненавидят. Либо это Минэкономразвитие, это Министерство Минцифры и так далее. Ну, то есть, в общем, это без жертв. И пока это без жертв, я, конечно, не хочу призывать к жертвам, естественно. Это пока такая... И для москвичей это, в общем, почти забава. Почти забава. Тогда, как для всей остальной стороны, которая ненавидит Москву и москвичей, конечно, это тем более забава в Кубе и в Квадрате. Пока для москвичей война не пришла в их дом и не пришла она вообще в Россию. Есть Белгородская область, есть разбомбленная Шебекина. Но это где-то бог знает где. Никого не интересует жизнь в русской провинции. А Шебекин – это вообще что? Никто не знает, где этот город. А Белгород – такой Белгород. Уже, ну, в центре России еще более-менее так об этом знают. А чуть восточнее, даже до Урала. Даже по Волжье и, например, там Татарстан или Башкирия. А уж тем более Урал и за Уралом. Где это все? И ведь я когда разговариваю с людьми, а я разговариваю, ну, работа такая с маргинальным слоем. У меня родственники осужденных и сами осужденные. И они же вторят, лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Их же забирают родных. Но это такое другое. Это вот усмирение в оставшей провинции. А так, пока не сыпется на голову на самих бомбы, то нет, войны никакой нет. Ну да, так мы и слышим из этих комментариев. Действительно, просто они так, как Moscow never slips. Им кажется, что это какое-то развлечение. Хорошо, но пока бобры летают одиночные. Один, два, три. Но ведь они долг час, что полетят они в большем количестве. А вот тогда, конечно, мы тоже не призываем никаким жертвам. Но, тем не менее, когда это будет более массовое явление, как говорят и прогнозируют и наши военные эксперты, что это пока такая разведка боем. Кто бы не сопускал эти бобры, конечно, божья кара, наверное, этим занимается. Тогда какие могут эти процессы начаться и могут ли вообще? Я думаю, что нет. Я думаю, что, к сожалению, нет. Конечно, я очень хорошо понимаю любые операции возмездия. И я думаю, что операции возмездия невозможно остановить. И я думаю, что, конечно, то, что мы видим, это действительно разминка. Но дело в том, что я думаю, что Россию спасет. Спасет как страну, как нацию, вообще мир спасет. Только полная капитуляция. Только полная капитуляция, которая нам все говорят, многие говорят, что она невозможна. Она невозможна, потому что никто еще не побеждал страны, у которой есть ядерное оружие. Что враги, конечно, полные, потому что вьетнамцы победили американцев. С ядером вполне себе оружием. И не надо об этом забывать. И не такое еще побеждали люди, которые борются за себя, за свою страну, за право их дела. Поэтому все возможно. И как бы ни было сейчас тяжело. И, конечно, мы видим наступление, контрнаступление. Мы видим недовольство Запада, эти сморщенные носики. Как им надоела эта война и все такое. И Путин – это меньшее зло. Эти все разговорчики и территории в обмен на вступление Украины в НАТО – это вот сморщенные носики. Эти сморщенные носики, они очень быстро придут в себя, когда будут понимать, они время от времени приходят в себя и понимают, что, например, угрозы Путина Польши или Молдове, или Турции, или северного Казахстана – это не шутки-малютки. И говорить про то, что Путин – меньшее зло, скажите мне, кто больше? Кто больше? Большего зла не существует. Путин хочет хорошо выглядеть перед своими клевретами, на фоне своих клевретов. Поэтому это все Медведев призывает пьяный к ядерным бомбардировкам. Это все Караганов, чтобы понравиться Медведеву, пишут труды про божественность ядерного удара. Это Патрушев все, а он старый ястреб. Рассказывает, как надо бомбить Великобританию или Америку. А Путин же не такой, он на этом фоне выглядит. Посмотрите, какой он. Он же не Патрушев, он же не Медведев. Да он еще хуже. Еще один такой же есть – Лукашенко, самопровозглашенный белорусский диктатор. Он дал небезынтересное интервью пропагандистке, военной преступнице, которая некогда работала в Украине, но сейчас работает полностью в интересах Путина, преступного режима. Ну вот такие и есть, к сожалению, элементы. Пусть они там на болотах, им, я думаю, тоже конец и придет. Но вот Лукашенко говорит, что это вообще-то Польша хочет отхватить часть Запада, а он, если такой, часть Запада Украины. А если такое произойдет, то Лукашенко просто там-то возьмет и будет вместе с Россией стоять на стороне народа Украины. Понимаете, он не то, что угрозу Польши, Литве, Латвии составляет, он вообще вот показывает карты, гипотонизирует вот это отделение и угрозу со стороны Польши и Украины и говорит, мы станем амбразурой на защиту юбилейского народа. Да-да-да, я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Это серия 25, конечно. И, знаете, я вот сейчас с большим удовольствием смотрю на эту вот российскую пропагандистскую, которая работала в Украине, потому что я на самом деле в восторге от заявления проекта «Хочу жить» по поводу обмена коллаборантов, украинских коллаборантов на российских политзаключенных, которые выступали против войны в Украине. Я смотрела на эту дамочку и думаю, ну ты же коллаборантка, ты же коллаборантка. И я уже смотрю, знаете, так, облизываясь, ты обменный материал. Вот как-то хорошо бы как-то вот, хорошо бы тебя поменять, конечно. Вряд ли за тебя много дадут. Ну, куда-нибудь присовокупить и, может быть, и дадут. Конечно, не депутата Горинова, не Илью Яшина. Он таких, как вот эта вот дамочка соблазняющая, абсолютно такая вот клеющая, просто Лукашенко, издалека видно. Таких дамочек тысячу надо за одного активиста, который вышел против войны. Но, тем не менее, вот я смотрю уже обменный материал. Вообще, на самом деле, очень дорогое для всех нас заявление проекта «Хочу жить». Мне вообще этот проект страшно нравится. Всегда нравился. Я всегда говорила, что если уж в конце концов вам не удалось сбежать из военкомата, если вы в конце концов попали на фронт, скачивайте бот «Хочу жить» и идите сдаваться. Очень полезная вещь. Ну, а сейчас, когда вот этот проект «Хочу жить» объявил о программе, возможном обмене украинских коллаборантов на российских политзаключенных, я хочу сказать, что это вообще первое официальное, потому что проект «Хочу жить» — это проект генштаба ЗСУ, и его комментируют, собственно, представители разведки, например, что это первое официальное признание украинской стороной государственной, не про то, что есть хорошие русские, да, бубы с ними, со всеми, а про то, что все-таки в России есть люди, которые жертвуют собой, своей свободой, чтобы это остановить. Что, конечно, ров с крокодилами — вещь хорошая, но внутри рва с крокодилами все-таки есть люди, которые должны и могут, и сделали это, противостоять. Вот, знаете, Ольга, у нас достаточно неоднозначно, конечно, восприняли эту инициативу, и много вопросов возникает. Еще после увиденного нами фильма, один из украинских журналистов ведущих снял и показал там более двухчасовой фильм Дмитрия Гордона, как живут российские военнопленные, ну, не просто как в лучшие времена детских лагерей, оккупированного россиянами же Крыма. Там они и в церкву ходят, какую хотят, и еда у них прекрасная, и одежда, и условия проживания, холодильнички есть, играть они могут, работать. Ну, просто на фоне того, что делает Россия с нашими военнопленными, это, конечно, вообще несопоставимо. Плюс эта инициатива. А в чем вот ее плюсы, и как переубедить можно тех, кто вот неоднозначно такое воспринимает, и не понимает такого отношения к убийцам, которые пришли на нашу землю? Ну, потому что Украина и украинцы – это цивилизованное государство, где соблюдаются все конвенции гуманного отношения к военнопленным. А Россия – не цивилизованное государство, где все это не соблюдается. Украина имеет полное право на возмездие, и я уверена, что это возмездие будет. Но возмездие и милость к падшим – это следует одно за другим. Я думаю, что Украина не хочет, да и не может. Не может в силу своей ментальности, в силу своей вписанности в цивилизованный мир. Не хочет видеть никаких своих чиновников или военных на скамье подсудимых в ООН, где есть суд, или в ГААГе за совершение военных преступлений. Я думаю, что этого не будет никогда. Знаете, когда ведь нам Пригожин, прежде всего, когда он еще был на войне, показывал кадры, которые так и не были установлены, где же это было, когда в прямом эфире, помните, украинский парень, солдат, курил, и его просто не было в эфире. Он сказал «Слава Украине!» Я просто был за... И вот все эти кадры, которых мы, конечно, все помним, они к чему, собственно, производятся, к чему они показываются, чтобы возбудить в украинцах именно это, нечеловеческое, то, что присуще, к огромному сожалению, россиянам, практически, если уж поголовно. И с тем, чтобы заставить украинцев делать именно это. Око за око, зуб за зуб. И перестать быть цивилизованной страной. И тут есть абсолютно рациональный расчет. Вот если когда-нибудь плывет пару кадров, что украинские солдаты делают такое с русскими военнопленными, тут же встанет вопрос сморщенных носиков. А зачем же мы такой стране поставляем F-16? А зачем же мы туда поставляем хаймарсы? И так далее, и так далее. Давайте не будем... Смотрите, они дикари, они не соблюдают конвенции. И то, что... Я понимаю, сколько нужно душевных сил, сколько нужно моральной выдержки не делать этого, не делать око за око. Представляете, сколько это нужно? Это нужно. Да, даже представить не могу, честно говоря. Разные, конечно, мысли иногда посещают. Но, думаю, мы таких кадров и не увидим. Потому что то, что мы видим, конечно, совсем другое. Живут, как на курорте. Ольга, а что сейчас известно? Насколько участились случаи дезертирства среди российских оккупационных войск на фоне весьма успешных наших наступательных действий сейчас, по сути, по всем направлениям? Ну, вы знаете, я вижу бегство в две стороны. Бегство с оружием в руках назад в Россию и бегство с оружием в руках в плен. Опять же, благодаря программе «Хочу жить». И вы знаете, вот насчет условий. Совсем недавно у нас был в России большой сюжет, и он, главное, вышел благодаря нашим западным коллегам. Оказывается, недавно были обменены бывшие заключенные, которые были в плену в Украине, и они согласились быть обмененными. И несколько десятков заключенных их перевезли в воинскую часть под Москвой, и они сумели сообщить о своем бедственном положении. что, да, там в Украине было все хорошо в плену, а здесь они вернулись, и они говорят, что хуже, чем в тюрьме. Но мне кажется, такие истории тоже очень полезны. Тоже очень и очень полезны. Для сравнения, что называется. Я при этом очень хорошо понимаю Украину и украинцев. Вам наши осужденные, сдавшиеся в плен. Я очень хорошо понимаю. Еще действительно их кормить, поить, за ушками им чесать, показывать Красному Кресту. Пусть домой едут. Они, собственно, и едут. Но вот эта история сравнительная. Вот это сравнение, оно очень полезно. Может быть, у кого-то мозги будут... Ну, хоть у одного человека мозги прояснятся, и то хорошо. Хоть у одного. Поэтому в плен сдаются не менее охотно, чем бегут. При этом бегут. Вы знаете, мне пару дней подряд звонил, и я хотел записать, и он пропал. Тоже мобилизованный, который бежал с оружием в руках, дезертировал. И, в общем, передвигался он по стороне довольно спокойно. Проблема в том, что, да, их ловят, они совершают преступления, потому что у них оружие в руках и так далее. Но, вы знаете, судя по тому, что российские власти сейчас как-то по-другому стали реагировать на преступления, совершенные либо бежавшими, либо уже демобилизовавшимися, прежде всего, заключенными, которые все больше и больше совершают преступления на территории России, принято все-таки решение начать с этим совсем бороться, потому что до сих пор таких людей полностью закрывал закон о дискредитации российской армии, о запрете дискредитации, в том числе людей, которые воевали. И все их снялись трогать. Я думаю, что, судя по заявлениям страшного, конечно, главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева, а он вообще нос по ветру держит всегда очень хорошо. И он осудил сейчас случаи в Байкальском крае, когда несколько парней избили, так серьезно избили, одноногого инвалиду, который вернулся с войны. И очень быстро распространилась версия, что они при этом кричали, там нет войны, слава Украине. Оказалось, что это не так, что это было полностью придумано, потому что в селе, где-то в придорожном кафе, такого быть не могло никак. Оказалось, что это убийца, который сидел за убийство и угрозу убийством этим троим, собственно, за это ровно и сел, не отсидел, отвоевал, пришел и начал ровно с того же места, на котором он закончил. И просто ему дали отпор. И вот, в конце концов, сейчас на основе этой всей истории судя по всему, будут какие-то реакции, будут какие-то ужесточения. И начнут, в конце концов, ловить вот этих всех, которые вернулись с войны героями и будут ловить дезертиров. Потому что до сих пор это было, в общем, всем по барабану. Всем по барабану. Нужен уже план повала, прежде всего, выполнять. Нужно, прежде всего, отправлять новых и новых и новых мобилизантов на войну. Кто там сбежал, это уже чье дело-то? Ну, пусть его полиция ловит. А что полиция ему ловит? Что они там? Дичали, что ли? Новая ловля управления ФСБ, значит, в частности, Почувашия, читалась о профилактическом мероприятии, они это назвали, в ходе которого 10 мигрантов с российскими паспортами были доставлены в военкоматы для постановки на воинский учет. Двухдневный рейд проходил в двух крупнейших городах республики, Чебоксарах и Новочебоксарске, где именно искали мигрантов, не уточняется. Кроме того, стало известно на днях об аналогичном двухдневном рейде, проведенном полицейскими на Софийской овощебазе в Петербурге. И силовики увезли в районный военкомат около 100 мигрантов с российскими паспортами и назвали это новой опцией по соблюдению миграционного законодательства. А что вот это за тенденция такая новая? И какое количество? Там 100, там несколько десятков. Какое количество таким образом могут собрать и отправить тоже на фронт, я так понимаю? Мне кажется, это продолжение по политике с вербовкой заключенных. Берут кого не жалко. И сначала забирают заключенных, их никому не жалко. А теперь забирают мигрантов с российскими паспортами, их не жалко. Но я совершенно не понимаю, почему не ограничиваются только российскими паспортами. Потому что когда брали заключенных и берут заключенных, там не разбирают у кого какой паспорт. И прекрасно забирали всех и с паспортами и Белоруссии, и Молдовы, и государств Кавказа, и государств Центральной Азии. Никого это не останавливало. А вот история именно с мигрантами, с русскими паспортами, а мне она кажется очень поучительной. Потому что люди приехали на заработки, работали, стремились к лучшей жизни, получили русский паспорт, такую вожделенную мечту, русский паспорт. И оказывается, что русский паспорт – это токсично? Да что вы говорите? Может быть, пора голову включать? Может быть, пора включать голову не только россиянам, но и вот вновь прибывшим россиянам. Может быть, им тоже пора включать голову? И, как мне кажется, в отличие от многих россиян, которым просто некуда уехать от призыва, от мобилизации, от войны, им есть куда уехать. Они могут вернуться в свои страны. Они могут отказаться от российского гражданства и принять вновь свое гражданство. Вы знаете, у меня есть знакомая из знакомых, это любопытный случай. Семья, очень давно живущая в Швейцарии, и у жены закрыли швейцарский счет. У нее было два паспорта – российский и швейцарский. И, собственно, за наличие российского паспорта, то есть там, конечно, можно разбираться, но это токсичный паспорт сейчас вообще везде во всем мире. Но самое смешное, что она получила его очень недавно. Она была уроженкой Бишкека, это Кыргызстан. И она, конечно, тут же вылетела в Бишкек, отказалась от российского гражданства, вернула назад свое крыгызское гражданство. Слушайте, это делают люди, которые могут себе позволить перелеты из Швейцарии в Бишкек и так далее. Они это делают, потому что русский паспорт токсичный. Ну, хорошо, вы сделали ошибку в своей жизни. Вы получили это российское гражданство. Ну, теперь-то, вот теперь-то, давайте сложим два и два и вернемся к себе на родину, которая не нападает на Украину, на соседнее государство. Не хотите убивать украинцев? Я надеюсь, да, я надеюсь. Есть способ для вас, есть способ для вас, причем оптимальный. Причем этому способу завидовать тысячи, сотни тысяч россиян. У вас есть Родина, а у них ее нет. Если ошибку можно исправить, то вы еще не ошиблись, в принципе. И вот как раз, да, в этом случае можно таки сделать этот шапка. Молодым людям из Санкт-Петербурга, получившим среднее специальное образование, начали приходить смс-очки с требованием явиться в военкомат Московского района. Ну, по крайней мере, такие смс-ки ходили по сети. А что нам известно о нем? Действительно ли могут вот так рассылать вот такие повестки, если это происходит уже в Санкт-Петербурге? То значит ли это, что скоро будут грести не только лишь тех, кого не жалко, а уже всех подряд и дойдет до больших городов? Вы знаете, я сегодня утром очень внимательно слушала разъяснение по этому поводу Сергея Кривенко, он глава организации «Гражданин армии», и я очень внимательно слушала его разъяснения. И он говорит, что вот в этом случае, ну, мы не говорим сейчас о праве, о законе, все это, об этом уже бессмысленно говорить, когда речь идет о России, что здесь уже не действует наша старая мантра «Не ходи в военкомат, не бери повестку», она уже не работает. Но у него есть, то есть я сейчас обращаюсь ко всем россиянам, у которых есть такая опасность, или они уже получили такие смс-ки, очень легко это нагуглить, Сергей Кривенко, гражданин общества, у них есть инструкции «Гражданин армии общества». Значит, его рекомендация, рекомендация юристов этого совершенно замечательного НКО, наоборот, идти в военкомат, идти в военкомат с заявлением, что у вас есть убеждения, религиозные, политические, социальные, аэкуминистические, экологические, какие угодно, у вас есть убеждения, и вы не можете на войну исходить из этих убеждений, вы не поддерживаете войну, потому что у вас убеждение. И оставляете это заявление. И в любом случае это заявление – это уже первый шаг к судебному процессу. Если вас будут призывать, вы отправляетесь в суд, потому что у вас убеждение, вы не можете брать в руки оружие. Все. То есть это пока панацея. Но да, нужно бороться, нужно будет найти хорошего юриста, адвоката нужно будет найти. Нужно предлагать усилия к тому, чтобы не ходить на войну, убивать украинцев. Нужно предлагать к этому усилия. Прилагайте, черт возьми. Сами будете. Прилагайте, да. Если не можете или не хотите уезжать сами. Если у вас есть обстоятельства непредалимой силы. Если у вас есть, тем более, если у вас есть убеждения, а я надеюсь, что у многих в связи с этим появятся убеждения. Вот не было, а вдруг появились. И пошли, написали, заявили о них в военкомат. Я вас уверяю, военкомат тоже совершенно неохота набирать людей, которые будут им устраивать пропаганду в эшелонах, идущих на фронт антивоенно. Да, да, да. Спасибо за разъяснение. Не так много времени у нас остается, а тема еще есть. Значит, достали Кадырова, надели на него костюм, где-то нашли, который налез. Удивительно, конечно, но факт. Он говорит, значит, мы в Украине закончим и пойдем дальше, в страны, где оскорбляют Коран. Давайте там кратенько послушаем и обсудим, что вообще происходит вокруг Кадырова, вокруг его семейки и остальных. Я имею руководство Запада, большинство европейских стран, в руле сидят, которые вообще не имеют никаких человеческих чувств. Сегодня, я уверен, 100% мы победим, мы на Украине закончим и дальше пойдем. Вы знаете, я посмотрела сегодня несколько оппозиционных чеченских каналов и обнаружила одну совершенно удивительную историю. То есть я вот ссылаюсь на чеченских оппозиционеров, которые вот в один голос все рассказывают одно и то же, с чем связано вот это вот обострение в Чечне. И особенно вот эта вот история с избиением сына Кадырова, сыном Кадырова, Адамом Кадыровым, таким толстым мальчишкой, 15-летним или 16-летним, парнем по фамилии Журавель, который сжег Коран и был отправлен в СИЗО в Чечне, где ему, конечно, очень плохо. И эта история якобы очень сильно тиражируется самим Кадыровым и Кадыровцами по одной простой причине. Дело в том, что стало известно, и в республике говорят, что это обсуждают живо, что как раз Адам попал в очень неприятную историю, связанную с употреблением веществ и с нетрадиционным для Чечни сыном. И вот таким образом, да, таким образом, начинают разгонять его мужественность. Что вот, посмотрите, этот мальчик зашел в тюрьму, избил осквернителя Корана, вот это наш защитник вот этого всего. Не знаю, насколько это правда, но называются фамилии, называются подробности в этих чеченских каналах оппозиционных, куда я, собственно, отправляю интересующихся. Ну, в общем, похоже, что в доме у Кадырова не все в порядке. У него и в голове, в принципе, и с головой не все в порядке. А как же так, а что скрепы не сработали? Ну, видимо, не сработали скрепы, или, слушайте, в конце концов, природа везде берет свое, даже в доме у Кадырова. Даже в доме у Кадырова из того же запрещать сколько угодно считающиеся нетрадиционные, хотя в отношении мужчин с мужчинами, сексуальных, нет вообще ничего нетрадиционного. Мы это прекрасно знаем, греки, римляне, да, нормально, никто не умер от этого. И все это, все это, в общем, человечество, у человечества всегда с этим идет рука об руку, и в этом нет ничего, не извращения, ничего, естественно, мы все с вами это знаем. И, естественно, это всплыло и в семье Кадырова. И что? Давайте теперь всех его любовников, кто об этом научил, вообще безобразие, лучше понаслал, что там еще там может быть? А по самому Кадырову, которого и так многие, особенно оппозиционные в Чечении, то, что недолюбливают, как это может ударить эта информация? Я же думаю, что она распространится дальше, чтобы они там не, как бы они не хотели показать мужественность вот этого вот Адама. Ну, я думаю, что в Чечне об этом громко-то говорить не будут, потому что страшно, хотя, конечно, из уст в уста. Люди цивилизованные просто пожмут плечами и скажут, ну и что, ну если мальчик осознал себя другим, так отстаньте от него, пожалуйста. И не надо из него делать вот это самое чудовищное, да? Давайте подчеркнем его мужественность тем, что он заходит в тюрьму и избивает там людей. Кому? Можно подумать, что если гей стал жестоким, то он от этого не станет геем. Мы все равно будем его любить, например. Нет. А как это называется по-другому, да? Ну да, он же не перестанет от этого делать то, что он делал с теми или с другими, с кем он этого желает. А вообще вот в таких случаях Москалькова, так сказать, уполномоченная по правам человека, не знаю, какие, конечно, какие права человека в Российской Федерации, об этом тоже уведомлено, а в случае с Никитой Журавлеми не только лишь, а вообще какая-то реакция может быть вот на вот такие действия, которые противоправные, регулярно происходят и в Чечне, и представителями кадыровцами? Ну, знаете, я очень хорошо помню случай, когда распространились кадры, например, с кувалдой, да, с Кайзгио-закрученного, и Москалькова тут же сказала что-то, ай-яй-яй, и через неделю она встречалась с Пригожиным, и появились кругом парадные фотографии, как они жмут руки, целуются, букеты, приветы, шампанское, все, на этом тема была закрыта. А это с Пригожиным, а уж с Чечнёй тем более. Понятно. Ольга, спасибо большое вам за расставленный акцент, и, к сожалению, время наше сегодня исчерпано, но я буду рада видеть вас через неделю по возможности. Спасибо и за конструктивную беседу, и за интересные новые детали из жизни семьи Кадырова. Благодарю вас, и спасибо за вашу работу, конечно же, до встречи. До встречи, спасибо. Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Русь», сидящая была со мной, с ней была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, пишите свои комментарии, я думаю, есть нам, что обсудить, я тоже приду, поговорим обязательно. Берегите себя, верьте вооружённые силы Украины, победим! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!